В картинной галерее в Черкесске состоялась выставка работ Натальи Игнатиевны Корсун. Три выставочных зала как будто наполнились не только красками лета, но и запахами прекрасного творения природы. Ландыши и мороки, сирень и хризантемы, полевые ромашки и множество других цветов, чьи названия знакомы не каждому их знатоку и ценителю. Картины художника будто окунули зрителя в яркие моменты уходящего лета. Впрочем, экспозиция так и называется «Восторг лета». Выпускница Московского художественно-промышленного училища имени Калинина и Кубанского государственного университета Наталья Игнатиевна Корсун является членом Международного художественного фонда и Союза дизайнеров России. Она обладательница множества почетных званий и наград. Ее работы украшают частные коллекции в России, Франции, Англии, США, Корее, Австралии и Бельгии, а также находится в собраниях музеев Ставрополя, Пятигорска, Ищентуков и Кисловодска. Но главным для художника стало призвание педагога. Более 50 лет она преподает в художественной школе Пятигорска. У нас в школе художественной дети изучают и рисунок, живопись, композиция Станкова, композиция прикладная, скульптура, история искусств, много предметов. И потому, чтобы им привить эту любовь, вот начинаем с самого маленького. И еще главное – это пример, собственный пример. И они когда видят, как Наталья Игнатьевна берет этюдник, холсты, идет на пленек в любую погоду, во всем, они, конечно, сами тоже, и мы, и мы, и мы. Когда Наталья Игнатьевна участвует в каком-то конкурсе, и мы хотим, когда еще нужно куда-то поехать. А мы? А почему без нас? И это очень здорово. Единственное, что я очень и детям объясняю, что, ребята, кладите мазочек по форме, чтобы передать художественный образ. Есть определенные техники масляной живописи, есть более акварельные, есть более пастозные, есть, я иногда пишу в технике импаста, это такое итальянское название, когда очень объемное, но мне нравится. Наталья Игнатьевна никогда не стеснялась своего возраста, а между тем ей в этом году исполнилось 70 лет. Возраст, когда есть еще силы и простые человеческие желания. Вырастить достойно поколение наше, потому что как-то все с каждым годом немножко труднее и труднее чуть-чуть. И мы, преподаватели старого уклада и старого закала, понимаете, мы от всей души и стараемся, и чувствуем, и видим. Но иногда бывает грустно немножко. Поэтому, когда ты пишешь, когда ты работаешь, когда ты не унываешь, и когда ты, как бы тебе сложно и трудно не было, ты встаешь и делаешь, потому что дорогу осилит только идущий. Если ты сумел подняться, я ребенку своему, своему сыну, своим детям говорю, значит, ты уже победил, значит, ты уже умница, значит, ты идешь вперед. Поэтому ничего не бояться. А это только своими примерами и своим отношением к работе, к детям, к природе, к городу, к нашей Родине. А как долго создавалась вот та коллекция, которую вы сегодня здесь представляете? У нее название есть? Да, восторг лета. Потому что здесь настолько яркие краски, и я почему-то выбрала только цветы тему. У меня много тематики и пейзажа очень много. Но вот захотелось вот так, и как бы, знаете, как закончить лето, чтобы люди увидели вот такую красоту. Здесь и весна, ранее, вот есть первые шаги весны, есть поздняя осень, есть разгар лета. Вот. И я очень люблю не только цветы, и ягоды, и я все люблю. Длительные творческие и профессиональные отношения связывают Наталью Игнатьевну Корсун с директором художественной школы, заслуженным работником культуры Карачаева-Черкезии Юрием Боубековичем Карасовым. Познакомились художники еще в эпоху Советского Союза. Оказалось, что они коллеги не только по творческому цеху, но еще вместе трудятся в системе дополнительного образования. Очень человек, она очень открытый, поражает своим трудолюбием, поражает вот своей неиссякаемой энергией. Как это можно вот посмотреть, если так по-хорошему взять, я как художник хочу сказать, ну, написал одну картину, вторую картину, надоедает, хочется подруг. Она нет нового, ищет варианты, новый подход. И вот эти цветы, я считаю, что это королева цветов. Таким образом будем назвать ее. Посетители выставки, в основном студенты Карачаева-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Далурова, а также студенты Института культуры Карачаева-Черкесского государственного университета и отделения дизайна Северокавказской государственной академии. Это неудивительно, ведь кому, как не будущим художникам и дизайнерам, хочется еще раз окунуться в неповторимый мир прекрасного. Студентка третьего курса отделения дизайна колледжа Северокавказской государственной академии Милана Хубеева выросла в семье, где женщины всегда занимались рукоделием, краили, шили, вышивали. Девушка всегда хорошо рисовала и с детства мечтала стать дизайнером. Кажется, получается. Милана с удовольствием посещает все мероприятия, которые проводятся в выставочном зале. Знакомиться с новыми мастерами в мире изобразительного искусства. Я очень любила рисовать и думала с детства посвятить себя творческой профессии. Но сначала поступила на программиста, потом поняла, что это не мое и перевелась на эту специальность. И знаете, я вообще не жалею, что сюда перевелась. Именно тут я обрела то, что я хотела обрести все детство, получается. Тут очень хорошие люди учатся, прекрасные преподаватели. И самое главное, я рисую, творю, шью, делаю то, что я хочу, одним словом. Как часто вы посещаете подобные выставки? Подобные выставки пару раз в год. Ну, не так часто, как хотелось бы на самом деле. А сегодняшняя выставка на вас впечатлила? Сегодняшняя выставка, знаете, она напомнила мне атмосферу весны. Тем более в такой холодный, такой осенний день эти картины зарядили весенней энергией. На торжественном открытии выставки министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агербов поблагодарил Наталью Курсом за возможность насладиться ее творчеством. Почеркнул значимость подобных мероприятий, которые направлены прежде всего на сохранение и приумножение культурного фонда, на привитие молодой аудитории чувства прекрасного. Этот год для нас, как и, наверное, предыдущие два, когда мы вышли из пандемии, является все более и более ускоряющимся темпом работы, ритмом работы. И мы даже обсуждали с Конофей Борисовичем, что можем сократить время экспонирования каждой из выставок, чтобы больше таких выставок у нас в Карачаево-Черкесии и в Черкесске было. И вот в этот плотный график мы всегда какие-то опорные, важные события в первую очередь включаем. И вот данная выставка была одной из них, потому что нам очень приятно, что Наталья Гдатина, хотя я и не житель Карачаева-Черкесии, но я уверен, благодаря сотрудничеству, взаимодействию с нашими художниками, благодаря тому, что ее работы уже известны, и я думаю, что раньше в нашей республике можно было уже найти почитателей творчества Натальи Игнатьевны, но сегодня вот такое вот большое событие, все три наших зала, это у нас редко, когда один художник может вот так вот полноценно занять все залы нашей галереи. Я думаю, осталось еще работ, которые сюда не попали, но все это говорит о том, что вот такой вот творческий путь, конечно, достойный, конечно, дающий пример, наверное, для нас, для нашего молодого поколения, очень хороший пример. И я хочу вас поблагодарить. Обращаясь к гостям в выставке, министр культуры Карачаева-Черкесии также обратил внимание будущих художников и дизайнеров на то, что посредством избранной профессии они смогут помогать в развитии туристической отрасли республики и укреплять свое материальное благополучие, а для этого необходимо учиться, принимать опыт у таких мастеров, как Наталья Корсун. Мастер-класс, пленэр, это всегда здорово и интересно. Я думаю, что помимо самого искусства живописи, очень важно сегодня еще вот это искусство, умение, мастерство, продвигать свой продукт, товар тоже очень важно. Поэтому вот я бы хотел вас с ребятами на такую работу настроить, чтобы вы тоже не только посмотрели, как все красиво, какие краски, какая техника, какие рамы, а еще и думали, а вот что можно почерпнуть для использования в дизайне, а что мы можем сделать, чтобы это стало, может быть, какие-то наши республиканские традиционные нотки. Вы добавили, и это бы украшало многочисленные новые гостиницы, отели, которые здесь, рестораны открываются в Карачаево-Черкесии. Все-таки у нас сейчас развивается туристический поток, и все эти заведения, они нуждаются в том, чтобы они были красивые и с каким-то нашим обязательно колоритом. Поэтому желаю этой выставке успехов. Преподаватели и профессиональные художники, студенты и друзья поздравили Наталью Игнатьевну Курсун с четвертой выставкой, которую художник представляет в Карачаево-Черкесской республике. Все единодушно подчеркнули, что данная экспозиция – будто маленький праздник для всех ценителей прекрасно. Наталья Игнатьевна, я поздравляю вас с такой чудесной выставкой. Ваши работы – это всегда радость, счастье, это океан позитива. И я поздравляю Черкесск, что у вас есть возможность прикоснуться к столь яркой и чудесной художнице, автору, которая позволяет щедро вот себе делиться с находками и своими эмоциями. Выставка работ Натальи Игнатьевны Курсун продлится до 23 сентября. И еще есть немного времени насладиться моментами уходящего лета, перенесенными на полотна художника.